Я, честно говоря, очень тяжело сегодня собираюсь и заниматься, вот прям вот только-только заставила себя надеть костюм. И только успех вчерашней фотографии с моим стальным прысоком заставляет меня сегодня сделать для вас еще одну тренировку. Ну что, вы готовы? Давайте руки в ноги и поехали! Работаем! Работаем! В своем вчерашнем видео я поняла, что одеваться на тренировку нужно более сексуально. И я решила распустить волосы. Ну, конечно, это дебилизм так заниматься, но я хочу быть хорошенькой. Начнем с... Начинаем с разминки, но будем делать это в походе. Наклона головы вперед-назад. Потом вправо-влево. Все по двадцать раз. Потом кругом. Интенсивно очень. Очень хорошее упражнение для занятия стриптизом. Вперед, вращение руками назад. Вперед, назад. Теперь стороны. Что еще, тренер? Первое упражнение у нас отжимания от пола с колен. Выполняем. Три по пятнадцать. Девочки, вы видите, для того, чтобы заниматься моими тренировками, вам не нужно ничего. Ни гантелей, ни всяких резинок, ничего. Вам нужно только вы, ваше тело и желание. Следующее упражнение у нас планка собака. Выполняем. Три по двадцать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Следующее упражнение. Отжимания узким хватом. Работает трицепс. Выполняем. Три по пятнадцать. Локти прижаты к туловищу. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вот туда, 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 идите. Семь. Восемь. Семь. Итак, для того, чтобы натренировать бицепс, вам нужна либо двухкилограммовая собака, либо ребенок, либо муж не очень большого размера. Делаем много повторений. Три по двадцать на каждую руку. Следующее упражнение на бицепс называется молотки. Локти прижимаем к туловищу. Выполняем сгибания, разгибания. Три по пятнадцать, двадцать раз. Следующее упражнение у нас обратное отжимание. Девчонки, знакомо вот это? Сейчас я покажу, как вам от этого избавиться. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Выполняем три по пятнадцать. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Следующее упражнение. Разгибание на трицепс. Локоть выше. Спина в прогибе. Гантелью не разбалтываем. Разгибание. Удерживаем. Разгибание. Удерживаем. Выполняем три по пятнадцать. Называется мертвая тяга. Не мертвая хватка, то, чем мы привыкли удерживать своих мужчин рядом с собой. А мертвая тяга. Но после того, как у вас округлится задок, и будет крепенькая поясница, Ваша, хватка. Пусть мертвая. Следующее упражнение на разгибатель позвоночника. Наклоны вниз. Работаем без веса, без утяжелителей, поэтому можно делать смело по тридцать раз три подхода. Ниже наклон. Поясница в прогибе. Чтобы сделать следующее упражнение, которое называется профессиональным языком гиперэспенсия, Вам нужна будет работящая женщина. Добрая и хорошая, которая согласится подержать вам ноги. Раз, два, три, четыре, пять, выше, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, четырнадцать, пятнадцать. Спасибо. Девчоночки, тренируем наши плечи. Сжимы гантели вверх. Выполняем три по пятнадцать. Ниже ушей гантели не опускаем. Полностью руки не выпрямляем. Девчонки, я покажу вам сейчас комплекс упражнений для вот этих вот прекрасных плечиков. Это называется дельта, правильно? Передняя и задняя и какая? И средняя. И средняя. Где-то там средняя. У меня не очень на самом деле хорошо проработаны руки. Ну, поехали. Махи вперед, поднимаем до верха головы и полностью вниз не опускаем. Это у нас махи в стороны. Это все по десять раз надо делать, а только по пятнадцать. Локти немножко согнуты, тоже в гантели поднимаем до верха головы. Поочередные махи вперед, право-лево рукой работаем. Локти не сгибаем. Поочередно такое очень хорошее упражнение. Мах вперед, мах в сторону. Здесь задействуется одновременно и передняя, и средняя дельта. И, конечно же, вот эта упражнение. Это у нас махи в наклоне. Здесь работает задняя дельта. У меня очень часто болит между лопатками. Если у вас такая же история, значит, нужно укрепить там мышцы. Рассказывайте тренеру технику. Это у нас тяга в наклоне с пронацией, с супинацией. Наклон туловища у нас девяносто градусов, воля чуть ниже. Наклоняемся. Наклон. Во время тяги делаем прокручивание гантели. Это называется супинация. И приводимся в исходное положение рук. Следующее упражнение у нас планка. Ну что, девочки, закончим планочкой. 30 секунд. Прямой планкой с поднятой головешкой. 30 секунд. В боковой планке. Можно даже так, вы видите? Дождь идет, а я все продолжаю для вас тренировку. 30 секунд на другой руке. На другой стороне. Если остались силы, 30 секунд в ровную планку. В боковой. Итак, часа два. Желаю всем удачи. А, минусе, дождь. А, минусе, дождь.